Мы поговорим о пасторской опеке. Для верующих это очень важная тема. И часто эта тема игнорируется. Или ей не уделяется достаточное внимание. Первый мой вопрос к вам это, что вы считаете пасторской опекой? Есть мнение? Есть идеи? Very difficult question. Я говорю, вопрос сложный. Он говорит, да, потому что нужно нам понять самим и задаться вопросом, что же такое пасторская опека. Если мы собираемся говорить об этом, мы должны понимать, что это. И что не является пасторской опекой. И то, и другое очень важно. Пасторская опека также известна как пасторский совет или консультирование. Отключите свои мобильные телефоны, пожалуйста. Это очень важно, особенно если вы будете участвовать в любом служении. У вас должно быть хотя бы минимальное понимание о том, что включает в себя пасторская опека или пасторское консультирование. Если мы посмотрим, что говорит нам об этом Писании, то мы можем увидеть разные интересные взгляды из Писания на эту тему. Первый вопрос, с которым мы сталкиваемся, это важно ли пасторская опека. Есть в христианской среде группы, которые считают, что если мы принимаем Ишуа Мессию, то все наши проблемы решены, и нам больше не нужно никакое консультирование. А если и нужно консультирование, то значит нужно снова стать верующим. Потому что у верующих проблем не бывает. Мы согласны с этим? Если мы посмотрим на наши жизни, то мы поймем, что у нас целые горы проблемы иногда бывают. И мы нуждаемся в помощи, чтобы разрешить эти проблемы. Давайте посмотрим, рассмотрим тему. Сначала нам нужно посмотреть на то, как Писание видит человечество. Взгляд Писания на нас, как на людей, значительно отличается от мирского взгляда на человечество. Даже многие виды консультирования в миру, они начинаются с темы личности человека. Может быть, вы не знакомы с трудами этих людей, но я думаю, что все знают, кто такой был Фрейд. У него была своя теория. У него была своя теория. И многие из подобных теорий говорят о том, что человек рождается как с чистого листа. Или что человек изначально является основательно чистым. Но превращается в плохого человека из-за окружающей среды. Это своего рода оправдания, которые используются людьми. Особенно, когда люди поступают неподобающим образом, всегда находится оправдание, что это из-за среды, в которую человек попал. Итак, мы начнем с библейского описания человечества. И оно значительно отличается от того, что говорит теория этого мира. И для некоторых из нас это даже пугающе. Но затем вы увидите, насколько это завораживает. Библия учит о нужде в пасторской опеке или пасторском консультировании. И говорит о том, почему оно важно. И все начинается с Эдемского сада. Бог создал человечество. Первый человек это был Адам и Ева. Я надеюсь, мы все верим в творение, что Бог сотворил человека. В Матфея 19, 3-6. Там своего рода подтверждающая история о творении. Матфея 19, 3-6. Сан-Пуришим came и tried to trap him by asking, «Is it permitted for a man to divorce his wife on any ground whatsoever?» И он ответил, «Haven't you read that at the beginning the Creator made them male and female?» И он сказал, «For this reason a man should not leave his father and mother and be united with his wife, and two are to become one flesh. Thus they are no longer two, but one. So then, no one should split apart what God has joined together. 3-6, right? 3-6. Пришли некоторые из Пуршим и пытались уловить его в словах, спрашивая, «Разрешено ли мужчине разводиться со своей женой по любому поводу?» Он отвечал, «Разве вы не читали, что вначале Творец сотворил их мужчиной и женщиной?» И что он сказал, «Поэтому мужчина должен оставить своего отца и мать и соединиться со своей женой, и двое станут одной плотью. Таким образом, уже не двое, но одно целое. Если так, то никто не должен разъединять то, что соединил Бог». Это одна из первых причин, почему мы нуждаемся в консультировании. И эта причина заключается в разводе или разделении между мужем и женой. Из-за того, что мы не послушались того, что Бог нам предопределил, или из-за того, что мы не уважали и не почитали то, что Бог нам дал, все начало идти по неправильному пути. Это правда для брака и также для любой другой ситуации. Бог дал нам Своё Слово для того, чтобы вести и чтобы мы жили в разных ситуациях. И когда мы не почитаем это, тогда начинаются проблемы. Наше творение было осуществлено через Божественный Совет внутри Триединства Бога. Генесис 1, verse 26. И сказал Бог, «Создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, и над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». То есть, отец, сын, они решили создать человечество. Вместе они решили, как оно будет сформировано и как оно будет развиваться. То есть, у Бога был план. Он знал, что Он делает, когда Он создал творение. И наше пренебрежение этим знанием приводит к многим проблемам. Мы также отличаемся от других творений, которые Бог создал. Это значит, что мы отличаемся от животных и растений. Есть один маленький пункт, который я хочу сделать здесь. И я продолжаю это делать, когда я читаю этот текст в Генесис 1, 26. Он сказал, «До мне нужно сделать человеку в нашей форме, создадим человека по образу нашему». И довладычествует над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей. Но чем Бог не дал человеку править? Можно кто-то ответить на эту вопрос? Да, над людьми, над собой. Мы не должны править друг другом. Это не было в Божьем плане. У Бога другая цель была. Мы поставлены над творением. И мы также контролируем творение. Изначальное состояние человечества заключается в том, что мы постоянно испытываем святость и вообще постоянно пробуем, испытываем то, что нас окружает. Я имею в виду, в первую очередь, Адама и Еву. Когда они были созданы, в них не было греха. Это произошло позже. У них была святая природа. И Божий план заключался в том, чтобы это подтверждалось и пребывало с ними, когда они ходили по земле. И у них была свобода выбирать добро или зло. И вот удивление. Человечество вначале было хорошим, то есть не имело греха, не имело зла. Бытие 1.31 «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Изначально мы были свободны от греха. Потому что греховность — это ужасное состояние человечества. Греховность была тем, что вторглась в бытие человека и стала как болезнь или зараза. Мы были созданы по образу Божьему. И облеклись в новую суть, которая непрестанно обновляется все более полным познанием, все ближе, приближаясь к образу Своего Творца. Okay, the original condition then was one of purity. And we all know why it went wrong. И мы все знаем, почему все пошло не так. But then we see also that God had a way of bringing us back into that condition. We also know that God имел план для того, чтобы вернуть нас вновь в это состояние. That eventually Yeshua, our shiach would come and there would be a possibility to go back into the original condition that God had. That Yeshua and Shihach все-таки придет, и человечество вернется в изначальное свое состояние. So, like God, we have dimensions, we have the dimensions of soul, emotions, так же, как и у Бога есть разные ипостаси, так и у нас есть эмоции, у нас есть душа, интеллект, воля, личность, и совесть. Okay, we're going through all of these things because we need to have an understanding if we are going to council. Нам нужно понимать эти вещи, особенно если мы будем вести консультацию. Возможно, многие из вас не станут консультантами. But as I said in the beginning, we all need to have a certain knowledge so that we understand what is the condition of man. And also, what are the remedies for that? Remedies? Remedies? Yeah, what are the solutions? И каковы решения проблем? We have a moral dimension. У нас есть мораль. True knowledge and righteousness. У нас есть истинное познание и праведность. In Galatians 3, verse 9, verse 10, Never lie to one another because you have stripped away the old self with its ways and have put on a new self which is continually being renewed in fuller and fuller knowledge closer and closer to the image of the creator. Sorry, Colossians again. Colossians 3, 9. Colossians. Colossians. Sorry, Colossians 3, 9. 9. Никогда не лгите друг к другу, потому что вы сняли с себя свою прежнюю суть с ее путями и облеклись в новую суть, которая непрестанно обновляется все более полным познанием, все ближе приближаясь к образу своего Творца. Также мы имеем Дух Иоанна 4, 24. Господь есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. То есть у нас есть эти сферы в нас, но также у нас есть бессмертные сферы. Наше бытие, оно вечно. Мы будем в будущем иметь славное тело, которое будет воскрешенным, так же, как и тело Ишуа Мессии. Тит 1, 2. These promises which are based on the certain hope of eternal life. God who does not lie promised that life before the beginning of time. Sorry? What verse? Титус 1, 2. And? Yeah? Which are based on the certain hope of eternal life. God who does not lie promised that life before the beginning of time. No. We have a different... Let me just check. We do a double check here. I said, Титус 1, verse 2, didn't I? Sure. I have maybe different translation. Okay. Because I have maybe different translation. Verse is different. Maybe your translation is wrong. I have this Stern's translation. Stern. Well, that's the one I just used. Yeah. Okay. Sorry. Sorry. Okay. Anyway, we see very clearly that there is a promise of eternal life. In 2 Corinthians 3, 18, we get a similar 2 Corinthians 3, 3 глава, похожий стих. But we all with open face beholding us in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory even as by the spirit of the Lord. 2 Corinthians. 2 Corinthians 3, 18. 2 Corinthians 3, 18. посредством Адоная и Духа. So, if we are going into eternal life, then we will need this process to get us to the stage where we can pass into that. Тогда нам нужен этот процесс, благодаря которому мы действительно войдем в эту жизнь вечную. Okay. Sometimes we can ask the question, why in the world did God create us in the first place? Иногда мы задаемся таким вопросом, почему Бог сотворил нас? Okay. This is a question frequently asked when you're in Christian, when you're in counseling, being used in counseling. Этот вопрос особенно часто задается во время консультирования. Okay. Why did God make me like this? Почему Бог сотворил меня именно таким или такой? That's very often a question you get. Очень часто люди задают этот вопрос. Okay. What does Scripture teach us? о чем учит нас Писание? In Genesis 1, 28, God blessed them, God said, to them be fruitful, multiply, fill the earth and subdue it, rule over the fishes of the sea and the birds of the air and every living creature. И благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и овладейте ею и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными. So, God wanted us to use the understanding that He had given. Бог хотел, чтобы мы использовали то понимание, которое Он нам дал. God also wanted us to be to be moral beings and He gave us the opportunity to or continues to give us the opportunity to make those choices. и Он дал нам возможность и продолжает давать нам возможность сделать правильный выбор. So, God in Genesis 2.16 God says, God gave the person this order, you may freely eat from every tree in the garden. Бытие 2.16 «И заповедовал Господь Бог человеку, сказав, от всякого дерева сато ты можешь есть». Это было дано для того, чтобы человек принимал моральные решения. Мы каждый день сталкиваемся с подобным выбором. Каков моральный выбор? И каков выбор этого мира? И в зависимости от того, какой выбор мы делаем, мы действуем в Божьем мире. Бог сотворил нас, чтобы любить нас, но также, чтобы и мы любили Его. Чтобы мы имели общение с Ним. В Божьем 3.8-9 «И услышали голос Господа Бога, ходящего в саду в прохладе дня, и спрятался Адам и жена его от Господа Бога среди деревьев сада». Божье желание иметь отношение с человечеством. И эти отношения были разрушены. Но так было изначально. Чтобы мы пребывали в отношениях с Ним. Даже после того, как мы совершили так, Бог спросил «Где Вы?» Я думаю, что сегодня Бог все еще задает этот вопрос. «Где Вы?» «Почему Вы не со мной?» «Почему Вы не ходите со мной?» «Почему Вы не живете со мной?» «Потому что Я хочу ходить с Вами». Мы также созданы были для того, чтобы служить Ему. Его намерение было в том, чтобы мы взаимодействовали с Ним, чтобы Он мог достигать нас. Поэтому изначально человек был сотворен чистым и хорошим. Но что-то пошло не так. Зло проникло в Эдемский сад. Рай был утрачен. И грех вошел в мир через Адама и Еву, который был инициирован искушением сатаны. Библейский взгляд говорит о том, что вначале Бог сотворил все хорошо. Он посмотрел на то, что Он сотворил, и все было хорошо. в Римлянам 5.12. Мы читаем следующее. Это результат того, что произошло. Вот как это происходит. Через одного грех вошел в мир, а через грех смерть. И таким образом смерть перешла ко всему человечеству, поскольку все согрешили. Отсюда на основании этих стихов появилась идея о первородном грехе, который наследует каждый человек. 2 Коринфянам 11.3. Я опасаюсь, как бы разум ваш не уклонился от простой и чистой преданности Мессии, подобно тому, как Хава была обманута коварством змея. Бог говорит, что это продолжающийся процесс. Эти двое людей, они жили в идеальной среде, без греха. Без природы греха. Они были творческими людьми. Они были безупречны. И у них были беспрепятственные отношения с Богом. Бог попросил их не есть лишь от одного дерева в саду. И я иногда задаюсь вопросом, как же возможно, что они все-таки взяли и съели от этого дерева? не было бы никаких проблем. В Генезисе 2.17 Сатана искусил Еву, заставив ее усомниться в характере Бога и его работе. Это, можно сказать, одна из основополагающих вещей, когда вы сталкиваетесь с консультированием людей, у которых есть определенные проблемы. Проблема в том, что отношения с Богом у этих людей разрушены. И чаще всего эти отношения разрушены из-за сомнения и из-за неверия в то, что Бог добр. И что Бог сам по своей сути желает им самого лучшего. Библийская консультирование или библийская консультирование требует чтобы мы серьезно считаем сатаническим натуром деятельности библийское консультирование подразумевает, что мы серьезно относимся к сатанинской природе обмана, которая всячески скрывает и прячет истину. Это одна из больших разниц между консультированием как верующим и консультированием как секулярным человеком. мирской консультант он никогда не будет задаваться вопросом или понимать, что в проблеме человека присутствует обман сатаны. И я верю, что это причина, почему многие люди в консультировании за годы и годы и годы я считаю, что именно по этой причине многие люди проходят годы и годы консультирования и даже отправляются в психиатрические лечебницы. Потому что консультанты могут быть что-то что-то может быть involved чем ситуации или как люди были ученились или возгружены. Потому что консультанты просто не понимают, что кроме среды, в которую попал человек, образование или еще каких-то внешних проблем, есть и другие более глубокие. 2 Коринфянам 11 с 13 по 15 стих на самом деле подобные люди лжепосланники они лгут о своей работе и выдают себя за посланников Мессии. В этом нет ничего удивительного, поскольку и сам противник выдает себя за ангела света. Что же в этом такого, если его служители выдают себя за служителей праведности? Сатана постоянно пытается обмануть людей. Это часть понимания, которая касается консультирования. Мы можем многим хорошим вещам научиться от мирских консультантов. Но нам всегда нужно помнить о возможности участия этого элемента. И меня беспокоит, когда я встречаю христианских консультантов, которые отвергают также возможность вмешательства сатаны. Нам нужно помнить об этом. когда проблемы охватывают нас, мы скрываемся от Бога, мы отвергаем нашу личную ответственность и мы обвиняем других. Это часто такой ход событий. Когда вы связаны с людьми, вы должны общаться с людьми, вам необходимо коснуться самой сердцевины проблемы. Многие люди, когда вы начинаете с ними говорить, они будут предлагать вам разные симптомы, проблемы, но они не скажут саму суть. и это похоже как если человек идет к доктору и рассказывает о своих симптомах, а доктор уже сам будет решать какая настоящая проблема. У вас может быть например головная боль, но также может быть что-то более серьезное. как полтора года назад у меня была очень сильная боль головная и я вызвал врача. И доктор мне сказал, что тебе нужно в больницу, потому что головная боль это не причина. У тебя инсульт или кровоизвление. головная боль была симптомом. И мы должны отбросить все эти симптомы, когда мы общаемся с людьми. Точнее мы должны дойти до сути проблемы, учитывая симптомы. давайте просто посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте Спасибо.